Утром 18 июня шоу «Бизнес» навсегда попрощался с Жанной Фрисхе. А уже вечером в столичном клубе свой дебютный альбом при поддержке РУ-ТВ должна была представить Юлия Ковальчук. Певица решила не отменять запланированный задолго до трагических событий концерт и посвятила его Жанне. Я в любом случае все, что сегодня происходит, посвящаю Жанну как человеку. Ну, музыкальному, сказать, музыкальному это будет просто очень слабым человеку, который жил музыкой. Мы приняли решение, что все средства, которые сегодня будут собраны от продаж билетов, они все будут перечислены на благотворительный фонд Константина Хабенского по борьбе с заболеваниями головного мозга. Мне очень хочется верить, что мы кому-нибудь поможем. Поддержать Ковальчук пришли многочисленные коллеги по шоу-бизнесу и, конечно же, муж Алексей Чумаков, который в этот трудный день все время был рядом с любимой. Жизнь продолжается, надо наслаждаться нынешним, и пока есть свет, улыбка, радуются и те, кто не рядом с нами. Это все грустно. И начался концерт, давайте начнем его смотреть. А вы думали сегодня над всем, стоит ли приходить, не стоит ли для вас не было такого вопроса? Даже не думал. Конечно, стоит. В любую секунду надо поддерживать друг друга. Я даже не представляю, как мне тяжело. Тем более надо поддержать. Уверен, что будет потрясающе. Знаю, как она готовилась. Живые музыканты, шоу-танцы. Юлька худела. Первый альбом для нее. Но я знаю, что она вообще перфекционистская, конечно. И всегда потрясающая трудяга. Я преклоняюсь перед ней. Серьезно могу сказать. Так что порой, даже когда мне что-то лень, я сразу вспоминаю Ковальчуков, я так поднял задницу и пошел работать. Для тех артистов, кто близко дружил с Жанной, этот день был крайне тяжелым. Но все, кто пришел в этот вечер к Юле, считают, что тем самым только еще раз почтили память Фриске. Я понимаю, если бы я прочитал в Инстаграм, там как раз весь концерт посвящен сегодня Жанне. Да. В памяти о Жанне. Поэтому мы весь концерт будем о ней думать, в любом случае, конечно. Мы с Жанненькой очень любили, мы дружили, мы общались. И у нас как бы... И это в этого... У нас была своя история с этим человеком, и мы хотим оставить ее в своей памяти, такой, которую мы ее знали, и ассоциация ее и то, что ее больше нет, ну, как бы в голове не укладывается. Мужество хрупкой блондинки и не побояться критики и не отменить презентацию восхитило всех. Ковальчук нашла в себе силы справиться с эмоциями и сделала обычное мероприятие максимально полезным и душевным. Мне хочется просто, чтобы сегодня все улыбались, слушали музыку, танцевали, плакали. Пусть делают все, что хотят. Главное, что они здесь сегодня рядышком, и я просто точно уверена, что Жанночка, она тоже где-то рядом.